Здравствуйте! Привет! Сегодня я хотел бы рассказать о новой функции ATC Adaptive Tor Control, какая есть в Endomotory E-Connect от компании ATIN. Значит, впервые данная функция была презентована, кстати, в Endomotory от компании Marita, и там она называется OTR. В других Endomotory я ее не встречал. Adaptive Tor control. Вы работаете своими обычными инструментами в ротационном режиме без всяких особенностей, но как только на инструмент начинает воздействовать высокое сопротивление, то есть торг повышается, Endomotory автоматически переходит в рецепрогный режим, какой намного легче переваривает высокий торг, в котором меньше риск сломать инструмент. Потом снижается уровень торга, и Endomotory назад переходит в ротационный режим. То есть, по факту, это комбинация двух режимов ротационный и рецепрогный, где Endomotory переходит в рецепрогный режим, потому что много высокий торг. Есть только одно исследование на данную тему я нашел в прессе. Это в International Endodontic Journal. Вот есть статья, вы видите ее название на экране, где четко описано, что с этой функцией риск сломать инструмент гораздо ниже. Это не революция, это не поменяет сильно вашу ежедневную практику. Это маленькая интересная функция, какая, возможно, облегчит вашу жизнь и даже ребенок сможет без стресса использовать данные Endomotory. Давайте спросим, что обычные люди думают об этом Endomotory и этой функции. Здравствуйте! А что вы думаете о функции ATC? А, это новая функция в Endomotory E-Connect. В принципе, достаточно хорошая функция, не сильно еще ее испробовали, но она намного безопаснее, чем в обычном режиме, поэтому будем пробовать. Теперь я хотел бы обсудить оставшиеся у меня вопросы. Первое. Мало исследований. То есть, Marita и ATC всего на две компании есть две статьи, я так думаю, что спонсированы Marita. Второе. На сайте E-Connect есть информация про функцию ATC, но ее довольно немного. То есть, там рассказывается о настройках и о том, зачем она нужна. Далее. Находите инструкцию, открываете ее. Вот так она выглядит. И там уже более детально рассказано, как можно настроить функцию ATC. Итак, первое. Это скорость в ротационном режиме. Она может быть настроена от 50 до 500. Да, и мне было интересно, почему именно 500 оборотами в минуту они лимитировали, но я пока что без ответа. Второе, что вы можете настроить, это угол поворота файла при переходе в рецептрокный режим. То есть, какой поворот будет по часовой стрелке, какой поворот будет против часовой стрелки. Я настроил точно так же, как в Marita настроено. И третье, что вы можете настроить, это торг. Торг настраивается от 0,5 до 3 нанометров. И последний вопрос. Какие системы файлов можно использовать, а какие нельзя, остается открытым. Я расскажу, почему я поменял свой эндомотор. Мой предыдущий эндомотор от компании НСК. Он треснул ровно посередине. Да, и дилер, наверное, думал, что я им гвозди забивал. Но, потом же нас спрашивает, что у нас стол поцарапанный. Но нет, от обычной работы сломался посередине корпус эндомотора и дилер захотел, чтобы за замену где-то порядка 70-80% от стоимости нового эндомотора. Но Деня жадный, поэтому он решил просто купить новый эндомотор. Требования для нового эндомотора у меня довольно простые. Мне нужно, чтобы там была скорость хотя бы 1000 оборотов в минуту. И тут отсеялось 80% эндомоторов. И чтобы там были функции как ротационные, так и о рецепорокных движениях. Я очень любил свой первый эндомотор ноувак, но на сегодняшний день в современном мире создавать такой кирпич можно лишь для одного. В своем календаре, сейчас забейте даты 6-7 июня 2020 года, мы с Олегом Кулыгиным делаем 20-й юбилейный съезд украинского эндодонтического сообщества. Обещаем, будет весело и будет интересная лекционная программа. Ждем вас, пока. Понятное дело, что мне нужно было выбирать новый эндомотор.